В данном видео речь пойдет о контроле времени работы двигателя, агрегатов и моточасов с помощью GPS трекера, GPSM PRO. Для чего используют время работы двигателя? Первое, для того, чтобы знать, когда проводились работы. Второе, определять режимы, в которых работала техника. Третье, осуществлять списание топлива по моточасам. И четвертое, избежать махинаций с топливом. Существует несколько способов контроля времени работы двигателя. Первое, это контроль состояния двигателя, включено, либо же выключено зажигание автомобиля. Данный способ является самым простым с точки зрения установки и поддерживается практически всеми GPS трекерами. В трекере есть триггерный вход, который активируется напряжением. Вход трекера представляет собой вольтметр. При появлении заданного напряжения, например, 12 либо 24 вольта, а на вход, то он активируется. В систему передается информация о включении зажигания при появлении напряжения. Плюсы такого метода, это простота установки. Минусы, на грузовых автомобилях после отключения массы на входе трекера может появляться плюс. При этом система будет считать, что двигатель заведен. Водитель может подать плюс на вход трекера и система начнет считать лишнее время работы двигателя. Следующий частный случай. При подключении входа к цепи замка зажигания. Вход будет активироваться при проворачивании ключа замка зажигания, но двигатель не будет заведен. При контроле зажигания с помощью триггерного входа мы получаем информацию о состоянии двигателя в режиме онлайн. Также информация сохраняется об астрономических часах работы двигателя, либо других агрегатов. Второй метод контроля времени работы двигателя, это контроль оборотов. Данный способ более сложный в подключении. Трекер считает импульсы, соответствующие оборотам двигателя. Для контроля оборотов в трекере GPSM PRO есть импульсный вход. Который считает частоту импульса. Для контроля оборотов двигателя импульсный вход подключается к электрогенератору автомобиля. Обороты генератора коррелируют с оборотами двигателя. Калибровка датчика проходит следующим образом. Проверяется количество импульсов генератора на холостых оборотах. Сверяется с оборотами тахометра. Аналогично записывается количество импульсов при 1000, 1500, 2000 и т.д. В дальнейшем система автоматически аппроксимирует и пересчитывает обороты генератора в обороты двигателя. Технология позволяет получить информацию о реальных моточасах, проконтролировать превышение оборотов двигателя, работу на износ двигателя. Для получения информации о реальных моточасах в системе GPSM указывается формула, с помощью которой ведется расчет времени работы двигателя с учетом оборотов двигателя. Например, 1 минута работы при 2000 оборотах в минуту соответствует полутора минутам моточасов. 1 минута при 1500 оборотах соответствует одной минуте моточасов. 1 минута при 1000 соответствует 40 секундам моточасов. 1 минута при 500 оборотах это 20 секунд моточасов. Минусы. Установка занимает больше времени по сравнению с контролем замка зажигания. Необходим также трекер с частотным входом. Плюсы данного метода это самый точный способ определения работы двигателя. В полевых условиях практически нереально сымитировать работу двигателя и накрутить моточасы. Точный способ определения времени работы, астрономического времени работы двигателя. И точный способ расчета моточасов работы двигателя для списания топлива. Третий способ контролировать моточасы. Это способ с помощью расходомера топлива. Данная функция является встроенной в расходомеры топлива двух белорусских производителей. Технотон и мехатроника данный расходомер, это однокамерный расходомер мехатроники. И одного европейского производителя Atomic Engineering. Данный расходомер Atomic Engineering. В китайских и швейцарских расходомерах встроенной функции контроля времени работы двигателя нет. Но мы можем рассчитать ее с помощью программного обеспечения GPSM, оценив скорость потока топлива. Расходомеры не определяют обороты двигателя, поэтому не могут рассчитать моточасы. Но по заявлениям производителей рассчитывают время работы двигателя. И определяют режимы работы двигателя по скорости и интенсивности потребления топлива. Мы протестировали функции контроля времени работы двигателя указанных производителей Мехатроника, Технотон и Atomic Engineering и получили следующие данные. Расходомеры Технотон давали погрешность времени работы около 5%. Расходомеры Мехатроника давали погрешность около 30%. При этом при каждой остановке двигателя расходомер к времени работы добавлял 15 минут. Таким образом погрешность может еще быть больше, если частота запусков и остановок будет выше. Если частота запусков и остановок двигателя меньше, то и погрешность соответственно уменьшается. Расходомеры Atomic показали самый лучший результат. Погрешность расчета времени работы двигателя не превышала 1%. Мы протестировали данную функцию как на однокамерных расходомерах Atomic, так и на двукамерных расходомерах Atomic Engineering. Вывод. Если контролировать время работы двигателя по расходомеру, точнее всего работают датчики Atomic Engineering. А также время можно рассчитать исходя из скорости потока топлива непосредственно в самом программном обеспечении GPSM. Четвертое это контроль топлива по Кэншине. На сегодняшний день самыми популярными являются модели OBD-2 трекера. Этот трекер вставляется непосредственно в диагностический разъем легковых и грузовых автомобилей. Считывает большое количество информации, в том числе о расходе топлива, времени работы, силу нажатия на педали акселератора, тормоза, прочее. Также есть GPS логеры. Это отдельные устройства, Кэн-адаптеры, которые считывают, расшифровывают данные с Кэншины и по интерфейсу RS-232 подключаются к GPS трекеру. Третий вариант это GPSM U1 Кэн-трекер, в котором есть Кэн-интерфейс. Он считывает абсолютно все параметры, которые доступны в Кэншине и может передавать их в систему мониторинга. Также существуют другие способы контроля моточасов двигателя. Например, считывание импульсов с форсунок двигателя, подключение дополнительных датчиков контроля оборотов. Но применяются они редко. Спасибо за внимание.